Всем доброго дня! Сегодня хочу вам предложить очень вкусный пирог и простые приготовления. Для теста надо мука 1,5 стакана, 220 грамм. Разрыхлитель 1,5 чайных ложки. Масло сливочное растоплено, 100 грамм. Одно яйце. Полстакана сахара, тут 100 грамм. Ванильный сахар 1 пачка, 10 грамм. Какао-порошок 1 столовая ложка. Для вишневой прослойки заморожена вишня 200 грамм. Сахар 1,5 стакана, 100 грамм. Сок лимона 1 чайная ложка. Крахмал у меня кукурузный, 1 столовая ложка. Для творожной начинки тварага 400 грамм. Тварог жирный. Яйца 3 штуки. И сахара полстакана, тоже 100 грамм. Сначала приготовим тесто. Вбиваем одно яйце. Висыпаем сразу весь сахар полстакана. И взбиваем до бела. Вот так я взбила, добила яйца с сахаром. Вливаю сразу растопленное сливочное масло. Добавляю ванильный сахар. Промешиваю. В муку добавила разрыхлитель. Промешаю. И сюда же в муку я высыпаю какао. Сейчас размешаю. И добавлю до нашей смеси. Добавляю все сразу. Замешиваю тесто. Вот такое тесто. Мягкое-мягкое получается. И я сейчас третью часть теста отделяю. И заверну пищевую пленочку. Поставлю в морозильную камеру. В морозильку. Форму смазала пока сливочным маслом. Одно застелила пергаментом. Силиконизированным. И вот тесто прям вылажу. И вот так разрываю его рукой. По всей поверхности формы. Цепь пирог пробится дуже быстро. И получается бесподобно вкусным. Постарайтесь его равномерно разровнять. Чтоб кругом была толщина одинака. Разровняла я тесто по дну формы. И сейчас вылочкой накалую. Вот так. По всему коржу. И убираю тесто в холодильник. Пока займусь начинкой. Высыпаю на сковородку. Добавляю сразу лось сахар. И мне не надо проварить хотя бы 5-10 минут. Вот так пипеть моя вышня на медленном огнец. Это у меня на мороженое вышня. И вот столовая ложка крахмала. Я чуть-чуть добавляю воды. И мне надо цей крахмал развести. Развела его. И сейчас буду добавлять до вишни. Добавляю в сковородку. И уварю вишню до загустения. Жидкость должна выкипеть. Так уварилась вишня с крахмалом. И сейчас я уже в киньці добавляю лимонный сок. Чайная ложка. Сок лимона добавляю для того, чтобы вишня не потеряла цвет, а была оставалась такой яркой и красивой. Все. Перелаживаю сковородку. Она горячая в мисочку. И даю осыть. Приготовим сейчас творожную начинку. Сахар отправляем до творога. Высыпаю весь. И яйца мне надо отделить белок от желтка. Сейчас мне надо разземнуться все с желтками в творог. А белки я взбью крепкую пену. Вот так я взбила в крепкую пену белки. И сейчас я их выкладаю в творог. И аккуратно лопаткой это все смешаю. Вот так аккуратно смешиваем это все. Нам надо соединить равномерно, чтобы это все распределилось по творогу. Достала я форму с тиском. Тисто вот так хорошо пристило. И сейчас половину творога я выкладаю на тисто. И распределяю равномерно по тисто его. Дальше я кладаю вишню. И тоже распределяю поверх творога. Вилочкой это удобно делать. И сейчас вверху опять слой творога. И разровняю уже тоже ложкой. Вот так лопаткой я разровняла. Все одинаково. И сейчас затрему тисто. Так в морозилке хорошо застегло тисто. И сейчас оно легко натреться на терку. Такую стружку. Я на крупную такую вот штучку. Натираю, а потом распределю. Вот так. Вилочкой помогаю. И распределяю крошку по поверхности пирога. Запекаю в духовке при 180 градусах 40-45 минут. Вот так спикся пирог. Красивый получился. Вин был выше. Но творог мое свойство оседать. Пока он печется в духовке, Вин надувается, Стоя высоким, А потом он остывает и оседает. Так. Сверху можно чуть-чуть присыпать сахарной пудрой. Вот так вот. Красота. Сейчас я разрежу и покажу вам его. Вот такая красота получилась у нас. Дивите, прослойка из вишень. И творог хорошо пропикся. И не с коржа тоже хорошо пропикся. А то, что вкусный, То тут, ну, и говорить не приходится. Сейчас я попробую. Режется дуже нежно, мягко. Кому понравился рецепт, Ставьте лайк, Подписывайтесь на наш канал, Заходите в телеграм-канал. И всем па-па! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok